Как часто мы употребляем словосочетания нет времени или есть время, а зачастую сами не даем смысла, значению этих слов. Хотя в нашей информационно-познавательной программе мы постоянно подчеркиваем, что время очень ценно и оно является своего рода валютой. Хотя досрочно, то сохраненные секунды отправляются в банк времени. И наоборот, хранители могут воспользоваться банком, если им понадобится дополнительное время. Банк пополняется на протяжении всех игр до тех пор, пока в нем не будет набрано 12 минут. Тогда копилка обнуляется, а команду, сумевшую уложить максимум секунд, ждет заслуженная награда. Итак, у нас в гостях сегодня новая команда за этим столом. Капитан команды у нас Андрей. Андрей Лысов, капитан хранителей времени. Работая в магазине здорового питания, Андрей не переживает о своем здоровье. Зато семья и футбол делают его жизнь ярче. Светлана Севцова, дешифровщик. Честность – это то, что Светлана ценит в людях. Она, помогая жить своей бабушке, в качестве хобби любит создавать красоту и только своими руками. Анастасия Воронец, ловец времени. Анастасия – будущий графический дизайнер. Улична фотографией, что логично, а в приоритете у нее семейные ценности. Яна Лазарь – генератор идей. И она достигла максимума карьерной лестницы и потому работает мамой. Ее же работа и определяет ценности – это дети. Хобби – рукоделие. Ну что, если вы готовы, то мы будем начинать. Да. Эти часы наполнены песчинками ровно на 15 минут. И когда я их переверну, время побежит. Начинаем? Да. Да. Мы готовы. Вот так вот. Ну что, включать? Я смотрю, вы так все напряглись. Итак, у нас третий вопрос. Андрей, ближе всего к вам вот эта вот подсказочка. Которую трудно взять, да? Светлана, ну помогите, пожалуйста. Капитану команды. Итак, третий вопрос. Он у вас 55 секунд на ответ. Так, внимание. Если вы читали Евангелие, то легко ответите на этот вопрос. Назовите предмет, который вообще не интересен свинью. Жемчуг, да подождите, мы можем спокойно разговаривать, что мы... Вы можете даже не шепотом разговаривать. Да. Что там? Есть еще вариант. Жемчуг? Да. Ну, бисер, да, или жемчуг. Бисер. Бисер все-таки. Бисер или жемчуг? Бисер. 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 Сохранить, да, время? Да. Хорошо. Мы готовы ответить. Я услышал, что вы готовы досрочно ответить. Да. Андрей, и кто будет отвечать у вас? Я отвечу. Вы? Да. Хорошо. Мы подумали, что правильный ответ – это бисер. Бисер? Да. Или жемчуг? Или жемчуг. Нам нравится вам поговорить. Вы абсолютно правы. Это бисер. Браво. 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 Тоже близко, да. Бисер похож на жемчуг. Я до игры услышал, что Яна немножко с бисером знакома. Это одно из ее, так сказать, один из, так сказать, хобби с использованием бисера. Поэтому я не было легко ответить на этот вопрос. Яна, это ваше любимое хобби, да, с бисером? Нет. Нет? Больше вязания. Больше вязания. Вы хорошо вяжете, наверное, да? Ну, крючком люблю. Крючком любите. Ну, что-то, да. Можно нажимать дальше? Да. Итак, 35 секунд. Четвертый вопрос. Вы можете посмотреть его. Итак, внимание. Китайские мудрецы считали, что грешника легко отличить от праведника. Достаточно посмотреть, кто в какой позе спит. Ум грешника отягощен скверными помыслами, а ум праведника нет. Так как же спит грешный человек, а как праведный? Тут два варианта. На спине или на животе? Я бы сейчас сказала звездочкой. Ум грелом. Звездочкой. Праведник. Ну, как бы. Он в свободе. Ничего его не стесняет. А тот спит, свернувшись к калачикам. Как же спит грешный и как праведный? Как они спят? Как они спят? Праведный спит, раскинул все свои положения. На спине. На спине или на животе получается? Итак, время истекло. Время истекло кто-то человек. Я понял, что я... Кто будет отвечать из вас? Андрей. Мы хотим взять еще время. Еще время. Сколько вы возьмете? 20 секунд. 20 секунд. Хорошо. 20 секунд дополнительно. Можно быть важным на спине или на животе? Может, он в стенке, не в стенке? Давайте быстрее. 20 секунд. Он вообще спит спокойно. Ну что, ну... Значит, грешный точно спит в позе эмбриона, а праведный спит... Ну, как на спине, раскинул... Да, раскинул все руки. Света... Так, кто будет отвечать? Светлана. Светлана. Итак, в какой же позе спит праведник и грешник? Мы решили, что грешник спит в позе эмбриона. Это калачик? Да, тоже самое. А праведник спит, свободно раскинув свои руки, ну и в сторону. Ну, там... Интересно. В позе звезды, можно сказать. Я смотрю, Светлана, он, наверное, праведник. Я сплю так, да. Так, да? Да, еще мне широкая кровать нужна, чтобы было туда раскинуть. Я прям представил это. Красочно. Должен сказать, это правильный ответ. Это правильный ответ, но, скажем так, немножко с небольшой натяжкой. Потому что праведник действительно спит на спине. Открытым, как вы сказали, звездочкой. А вот грешник в позе эмбриона... Ну, наверное, да. Да, потому что на животе. А почему? Как вы думаете? Какие мысли есть? Прячет лицо в подушку. Ну, отчасти да. Отчасти да. Отчасти как шел, так и упал. И такое бывает. Ну что, браво. Молодцы. Отлично. Я вас поздравляю. Два. Ноль. Вы вырываетесь вперед. Какой животе есть? Получается, на боку. Ну, вот в позе эмбриона, скажем так, вот калачиком... Ну, вот не знаю. Нет, тоже. Не знаю. Не знаю. Получается. Не знаю. Не знаю. Итак, время идет. Я тяну его. А вы должны торопиться. Нажимаю кнопку. Да. Итак, седьмой вопрос, на который аж 55 секунд. Внимание. Сегодня это распространенный предмет гигиены. А когда-то это был один из предметов, подчеркивающих символ женской красоты. Что это? Символ женской красоты. Трудно. Символ женской красоты вообще... Это в древности. Сегодня это распространенный предмет гигиены. А когда-то это был предмет, подчеркивающий символ женской красоты. Салфетка. Сейчас это как бы гигиены. А сюда, сюда подчеркиваю. Как он подчеркивал женскую красоту. Нормально. Что еще можно? Шарф. Что там было? Гигиены. Девчонки, ну что ж вы? Давайте. Да. Вот это своя цель. Целая вот какая-то купила. 20. Следство гигиены. Предмет. Предмет. Сегодня это распространенный предмет гигиены. А когда-то это был предмет, подчеркивающий символ женской красоты. Андрей, мы хотим взять еще время. Сколько? 20. 20 секунд. Да. Хорошо. Дополнительное. Давайте подумаем, какой символ красоты может быть вообще. Сейчас. Это предмет? Самый распространенный. Женской красоты. А что мало могло символизировать? Какую красоту? Я сниму несколько запахов. Голосы будут. Итак, время. Итак, время. Да. Хотя я хочу сказать, что это правильно в направлении, Светлана, вы двигались. А вот сможете ли вы с лету ответить на этот вопрос, принимать решение Андрея? Кто будет отвечать? Яна. Наверное, расческа. Расческа. Абсолютно правильно. Это было круто. Яна, снимаю шляпку. Браво. Когда вы отвечали на вопрос, я обратил внимание, как Анастасия поправляла волосы. Волосы. Символ женской красоты. Волосы. Браво. Отлично. Это хобби, я думаю, всех женщин. Ритуал. Ритуал. Просто. Хорошо. Ну что, играем дальше? Да. Вы готовы? Да, да, да. Не слышу. Давайте, давайте, нажимайте. Итак. 35 секунд. Второй вопрос. Внимание. В переводе с греческого. Это вкусная, но совсем не сладкая ягода. Означает порождающая чистоту. В России, по мнению Гайдая, во времена Ивана Грозного, эта ягода ценилась больше, чем красная или черная икра. Назовите эту ягоду на греческом. Время. Я по-русски не понял, что это было. Ягода ценилась. Что ценилась на руси в круче икры? В переводе с греческого вкусная. С греческого вкусная. Совсем не сладкая. То есть название будет, наверное, какое-то греческое ягода. Ягода? Греческое надо ее назвать. Я думаю, это будет обычное название, просто, не греческое. Порождающая чистоту. Ягода порождающая чистоту. Лежевика, голубика, что там еще? Сладкая. Греческое молчу. По мнению Гайдая. Ну, был у нас человек, который мог помочь, но... С Гайдая. Время истекло. Кто будет отвечать? Да, мы берем еще время. Еще берете время? Да. Ну, хорошо. Сколько? 20. 20 секунд. По мнению Гайдая, во времена Ивана Грозного эта ягода ценилась больше, чем красная и черная хрена. Во времена Ивана Грозного. Икра кабачковая. Кабачок? Это что ягода? Арбузная. Да, арбуз, ягода. А кабачок? Пекра. Ну что, давайте сейчас 5. Все, время. Итак, время истекло. Кто будет отвечать, Андрей? По-гречески так же. Кто будет отвечать? Дешифратор? Да, Свет. Светлана? Наш ответ – кабачок. Кабачок. Ваш ответ. Как вам хочется выиграть, я смотрю, да? Конечно. За этим и приехать. За этим. Увы, это неправильный ответ. Он близок был. Но это баклажан. Баклажан. Когда вы сказали близок, то стал понятно. Баклажан. А чем баклажан отличается от кабачка Светланы, вы знаете? Цветом, вкусом, консистенцией. Прекрасно. Прекрасно. Баклажан, я понял, сам не так давно, это синенький. Правильно? Угу. Увы, вы не выиграли сейчас, но счет 1-3. Все равно вы впереди. Играем дальше? Да. Я запускаю? Да. Ловец готов. Да. Итак, 55 секунд. Я смотрю, ловец времени прям приловчился. Шестой вопрос. Внимание. По одной из легенд, небесный глобус изобрел некий мифический ливийский царь, которого звали... Вот назовите его имя. Балтасар там в рифм просто идет. Просто вот так вот в рифм пришло. Что там? Какому слову? Ливийский царь. Царь вам тут. Да, вот еще раз. В одной из легенд, небесный глобус изобрел некий мифический ливийский царь. Ливийский царь. А время идет уже. Ливийский царь. Ливийский царь. Кто там был? Знаете хоть кого-нибудь из ливийских царь? Да. Мы же должны как-то его знать, наверное, еще даже. Глобус. Может, его так и звали Глобус. А, кстати. Числи себя. Пусть так и зовут. Пусть так и зовут. Все, мы готовы дожать чуть-чуть. Да, ближе. У нас досрочно. Досрочно. Да. Неправильно. Досрочно неправильный ответ. Да. Да? И кто этот досрочно неправильный ответ озвучит из вас? Капитан, наверное. Капитан, да? Да. Ну, Андрей, попробуйте. Мы подумали, что он узнал в честь себя, поэтому Глобус. Глобус. Да. Ну, как бы так. Глобус не Глобус, но Атлас точно. Хотя это близко. Это близко. Тем не менее, счет 2-3. И у вас еще есть время на последний вопрос, который, я надеюсь, вы успеете ответить. 15 секунд. И у вас пятый вопрос. Пятый вопрос. Сегодня мы так называем людей крайне непорядочных. Я думаю, Андрей уже не будет пытаться взять подсказку. Светы поможет. Сегодня мы так называем людей крайне непорядочных. А когда-то так называли мужчин, негодных к службе в армии. Людей крайне непорядочных. А когда-то называли мужчин. Каким словом называли таких людей? Да, раньше кто негодный. Ладно, негодяне. Сегодня мы так называем людей крайне непорядочных. Все, все, согласно. Капитана команды что-то устраивает. Да. А что устраивает, мы сейчас все вместе услышим. Кто будет отвечать? Яна. Яна. И что вы хотите сказать мне? Это негодяй. Это прям негодяй. А почему вы так решили? Если он сейчас таким словом называет плохих людей, которые поступают негодно. Но те, которые негодные, были в службе. Негодяй. Негодяй. Яна, браво. Негодяй. Браво. Браво. Я вам аплодирую просто-напросто. Спасибо. Это правильный ответ. Итак, время на песочных часах наших истекло. Счет 2-4. Хранители времени вырвались вперед. Пока. В хранилище у нас 6 минут 55 секунд. Это хороший результат. Несмотря на то, что вы пользовались частенько хранилищем, тем не менее, время не сильно там иссякло. Но сейчас пауза. Оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем. У нас второй тайм. Все в хорошем настроении. Вы все отдохнули. Да. Анастасия так улыбается томно. Так, тогда я переворачиваю наши песочные часы. И время второго тайма пошло. Нажимать? Да. Точно? Точно, точно. Опа. Ох, как. 55 секунд. Девятый вопрос. Получится взять или как у Андрея? У Андрея уже там не осталось вопросиков. Итак, внимание, слушаем вопрос. По мнению ирландцев, этот продукт должен присутствовать в раю в изобилии. По мнению мусульман, человек, употребляющий его, вообще не попадет в рай. Все? Внимание. Пиво. Найдите ответ. Время пошло. Время пошло. Время пошло. Время пошло. Время пошло. человек, употребляющий его, вообще не попадет в рамки. Это продукт из красопива. Ну, блин, ирландское пиво, это же все знают. Андрей, вы прям специалист. Я книжку читаю. Думаешь, мусульмане не пьют? Мы не должны. Итак, время истекло. Андрей, предстоит выбирать, кто будет отвечать на этот вопрос неправильным ответом? Кто? Я готов ответить. Хорошо. Итак, внимание. Мы слушаем правильный ответ. Ну, мы посовещались и подумали, что это будет, наверное, свинина. Интересный ход мысли. Ну, да. Я не ослышался? А говорили о пиве. Говорили о пиве, да. Ну, что я должен сказать на это? Абсолютно правильный ответ. Вы можете похлопать, да? Я смотрю, вы в шоке. Сначала, конечно, да, такие познания про ирландцев, что они именно так употребляют. Да, ирландское пиво. Такой продукт. Ну, правильный ответ оказался свинина. Браво. Я просто даже удивлен. Счет 5-2. Прямо в предвкушении победы. Но у нас еще есть четыре вопроса. Включаем? Да, мы готовы. Точно? Да. 15 секунд. 15 секунд. И вопрос номер 8. Андрей, вам повезло, что не вам предстоит дотягиваться до этих вопросов. Смотри, как изящно это делает Анастасия? Тем не менее, гораздо красивее, чем у тебя. Итак, девятый вопрос. Правильно же, да? Девятый или восьмой? Восьмой. Восьмой был. Я прошу прощения. Рецепт был прост. Навоз выжимали в стакан и давали пить больному. Излечившись, пациент долго не хотел болеть, чтобы вновь не испить навозного зелья. От какой болезни таким образом лечили московские цирюльники? Таберкулез. Это просто зирюльники, это кто? Это как с пивом получается. Это парикмахер. Ну хорошо, что не могли лечить? Лешай, наверное, какое-то заболевание. У нас заболевание было. Так время истекло ваше. Какое решение примет капитан команды? Мы возьмем еще время. Еще время. 25 секунд. Аж 25 секунд. Хорошо. Время пошло. Вовсе вряд ли. Наверное, лишай какого-нибудь. Можешь, как-то он называется? Какого-то он называется. Все согласны? Проголосуйте. Светлана, если другие варианты, я просто вообще понятен. Туберкулез, у меня вариант. Анастасия, как бы не варьет. Я бы решила не варьет. Семен. Вот и ритм, если это будут вши какие-нибудь, не решая вши. Время и стекло. Да. Кто будет отвечать? Яна. Яна. Вот прям, да. Диагноз, надо сказать. Вот, как в вопросе, от какой болезни таким образом лечили московские цирюльники? Ну, пусть будет лишай. Лишай. На голове. Яна за лишай, Анастасия за лишай, Андрей за лишай, Светлана. Ну, до сих пор она как-то так растерялась. поймите. А вы должны были бы обратить на слово, после чего пациент долго не хотел болеть. Он после такой процедуры именно не хотел болеть. То есть, как будто бы тем, чем он болел, он хотел болеть до этого, чтобы не учиться. Акоголизм? Вот это был бы правильный ответ. Серьезно? Но вы, вы это очко не заработали. Можете похлопать, Анастасия. Она абсолютно правильно ответила, но уже после того, как время истекло. Вы остались с лишаем. А почему цирюльники? Потому что цирюльники, не только московские, но вообще, они своего рода занимались не только тем, что только подстригали. Они еще и оказывали некие медицинские услуги. В том числе кровопускание, которое делали в бане. Так, на всякий случай. Ну и в том числе, между прочим, так помогали решать проблемы с алкоголизмом. Может и сейчас помогает. Может быть и сейчас. Но не встречает. Браво. Главное, чтобы больше не хотеть. Итак, счет пять-три. Вы все все равно по-прежнему впереди. У нас еще есть время, есть вопросы. Продолжаем играть? Да. И так, 50 секунд. Вопрос номер 12. Вот как изящно это получается. Смотрите. Это слово имеет непосредственное отношение к театру. Вы ходили в театр когда-нибудь? Все. Нет, не все. Но тем не менее. Это слово имеет непосредственное отношение к театру, но в переводе с греческого означает козлиная песнь. Что это за слово? В переводе с греческого означает козлиная песня. Давайте просто подумаем слова, которые имеют отношение к театру. К театру. Не обязательно быть большим поклонником театра, чтобы знать это слово. Ну, это может там в фойете, пока мы приходим в театр еще говорят буфи. Просто когда оперу поют, там же непонятно ничего. Может, для них это как блея козлиная. Ария или ария это я не знаю, как она это называется. Песня учат. Я думаю, если нас смотрят поклонники оперы, то пусть они не простят. они будут сейчас возмущаться. Что еще в театре? Козлиная песня. Одним словом. Вы готовы высказать неправильный ответ, как я понимаю, да? И кто будет отвечать? Яна. Как она сказала уже? Или нет? Или красить кто-то будет другой? Яна. Яна. Ну, что ж, Яна. Каким словом с греческого, которое переводится как козлиная песня, и какое слово имеет непосредственное отношение к театру? Что это за слово? Итак, внимание отвода. Аперетта, я не знаю, как это песня называется, или Ария. прям песня отдельная. То, что они поют. что, я с радостью огорчу вас. Неправильный ответ. Неправильный ответ. Это слово называется трагедия. трагедия. А почему с греческого оно переводится как козлиная песня? Вы, кстати, хорошо сравнили, представив, как поет козел. позитивного в таком пении нет. Это трагедия. Трагедия раньше всегда начиналась с пения. И вот такого, именно вот такого минорного, как бы сказать. Так что, увы, счет 4-5, вы по-прежнему впереди. А что вы так задумывались? Вы расстроились? Нет, мы готовы идти дальше. Вы готовы идти до конца? Да. Точно? Точно. Светлана поздравится. Анастасия тоже. И Яна тоже. Терять нам нечего. Анастасия, вы занимаетесь дизайном? Занимаюсь. Все нормально? Да. Вам все нравится в нашей студии? Конечно. Очень красиво. Все прекрасно. Яна, бисер нам не нужен здесь нигде? Нет, хватает. хватает. Ну что ж, играем дальше. 35 секунд и у нас 10 вопрос. Внимание. Китайцы в старину придумали свой способ глажения одежды. Для этого они разогревали, но не утюг. что использовали в Китае для глажки белья? Время. чайник или кастрюля горячая с водой? Кастрюлю наливали воду, кипятили и камень. Камень, камень. Возьми, он будет горячий, он прожжет. Либо кастрюля, либо чайник. Чайник, да. китайский чайник. Китай, китайский чайник. Родственников нет у вас китайцев? Нет. Ничего у нас нет, дорогих вариантов. чайник, да. Я думаю, судя подсюг. Родственников нет у вас это п*****к. Спел. Время истекло. И кто будет отвечать на вопрос, чем гладили китайцы древности? Светлана. Мы так думаем, что это был чайник. Чайник. Светлана, я бы рад бы засчитать вам этот бал, присудить очко победное, но, увы, это была сковорода. Направление было правильное. Ну, скажем так, если бы еще на один бал ответили, на один вопрос ответили точно так же, то я бы вам это засчитал бы как целый бал. Играем дальше? Да. секунд. Вопрос номер 11. Как на языке австралийских аборигенов звучит фраза «Я тебя не понимаю»? Как на языке австралийских аборигенов звучит фраза «Я тебя не понимаю»? Может, просто головой полотой делает? Звучит, значит, они что-то издают. Какое позвольное? чем отличаются австралийские австралийские аборигены от других? Они видели кенгуру. «Я тебя удастся». Итак, время, время. Я смотрю в студию, у нас один из операторов просто подпрыгивает, зная ответ. тем не менее он не участник вашей команды и отвечать предстоит вам и так андрей кто будет отвечать мы на рак возьмем еще чуть времени я вам скажу что это слово уже прозвучал я вам сделаю такую подсказку только если вы его выберете сейчас из тех которые уже прозвучал выберетесь вперед время истекает и на последний вопрос времени вас не останется у вас будет попытка только ответить на этот вопрос время дополнительно дополнительно но не больше 30 секунд потому что время истекло до 30 все время дополнительно ну что мы говорили кенгуру жест что и так кто будет отвечать андрей вам принимать решение буду отвечать я так кивок головой в стороны левое вправо ну да я смотрю светлана не согласно боковым зрением вижу того оператора который схватился за голову и увы оператор абсолютно прав это не кивок это был кенгуру кенгуру это слово прозвучало здесь когда кук в 1770 году приехал в австралию и когда он спросил у местных аборигенов ну что это за животное те сказали кенгуру я тебя не понимаю вот так переводится это слово отдать должное что это все же не окончательная версия но очень известна будем ждать вы сильно расстроились игра закончилась со счетом 6-5 не в вашу пользу светлана не сильно расстроена но не сильно все же вы не зря ехали сюда анастасия все прекрасно отлично я на хорошо это грустно я думаю похлопайте друг другу и андрею капитанной команды который был близок победе но тем не менее ничего страшного не случилось ну что наши самые лучшие зрители сегодня вы наблюдали ход этой игры как наши хранители времени распоряжались хранилищем времени как они отвечали на эти вопросы которые были немножко каверзными а я хочу вам сказать как всегда дорожите время берегите его потому что но очень ценны и мы ждем вас скоро на следующей игре всего доброго и и Субтитры создавал DimaTorzok